Добрый день! Меня зовут Екатерина Хрусталева. Я рада приветствовать вас на канале Фурнитура Мастеру. В сегодняшнем видео мастер-классе мы с вами сошьем вот такой рюкзак. У него будет несколько карманов. Один внешний карман на молнии, внутренний карман один открытый, один на молнии. Длина лямок будет регулироваться. И для изготовления рюкзака я буду использовать джинсовую ткань трех оттенков. Вы можете использовать другое сочетание. Например, сочетать только два цвета, либо сделать рюкзак однотонным. Для подкладки я буду использовать хлопок с небольшой примесью синтетики. Весь рюкзак я буду уплотнять клеевым дублерином. Он не очень жесткий, это не бортовка. Его плотность около 180 грамм на метр квадратный. И дно и спинку я буду уплотнять объемным клеевым флизелином, чтобы они держали форму. Внешний карман передний у меня будет на молнии. И молнию я буду использовать трактор. Ее длина должна быть не меньше 40 сантиметров. И внутренний карман. В рюкзаке будет два кармана. Один на молнии, один открытый. И вот эта молния будет использоваться для внутреннего кармана. Ее длина не меньше 20 сантиметров. Стропу. Я буду использовать стропу 2,5 сантиметра. Тоже двух оттенков. Из фурнитуры мне понадобится две шлевки под размер ремня. У меня ремень 2,5 сантиметра. И шлевка тоже 2,5 сантиметра внутренний размер. Две рамки тоже под размер стропы. И два полукольца. И внутренний размер тоже 2,5 сантиметра. Если у вас есть пресс для установки хольнитенов, вы умеете ими пользоваться, то можно будет установить несколько хольнитенов на места крепления стропы. Я выкроила все детали из ткани для подкладки. Из основной ткани я детали пока не выкраивала. Я разметила все детали на дублерине. Сначала я вырежу детали, выкрою детали из дублерина. При утюжах к основной ткани. И потом уже буду вырезать. Все детали на листе выкройки, напоминаю, приведены с припусками на швы. То есть выкраивать я буду непосредственно по вот этим размерам и линиям, которые я перенесла с листа раскладки. И покажу на примере розовой ткани. На розовой ткани мне нужно продублировать детали 1 и 4. Я их подписала, чтобы потом не перепутать. И я располагаю клеевой дублерин. На изнаночной стороне у него нанесены клеевые точки, которые под действием утюга расплавляются. Я располагаю его изнаночной стороной на изнаночной стороне ткани. И горячим утюгом приутюживаю дублерин к ткани. Если вы видите, что ваш дублерин или флизелин может приклеиться к поверхности утюга, то нужно использовать техническую ткань, любой кусочек хлопчатой бумажной ткани, проложить его между утюгом и вашим дублерином, либо флизелином. И точно так же потом нужно будет выкрыть, продублировать и выкрыть детали из ткани остальных цветов, согласно схеме, приведенной на листе раскладки. И нам осталось продублировать объемным клеевым флизелином деталь дна и деталь спинки, чтобы они лучше держали форму. Я начну с детали дна. Я выкрыла детали с объемного клеевого флизелина. Размеры есть на листе раскладки. Расположила ее таким образом, чтобы со всех сторон оставалось по 5 мм мой припуск на швы. Приутюживать объемный клеевой флизелин я буду горячим утюгом. У него также на обратной стороне навесены клеевые точки и они под действием горячего утюга расплавятся и флизелин приутюжится к основной детали. И я буду делать это через техническую ткань, потому что объемный клеевой флизелин может приклеиться к поверхности утюга. У меня это просто кусок хлопчатобумажной ткани. И осталась деталь спинки. Я расположила объемный клеевой флизелин так, чтобы со всех сторон оставалось по 5 мм мой припуск на швы. И через техническую ткань горячим утюгом приутюжим флизелин к детали. И несколько деталей из внешней ткани остаются совсем не продублированными. Это деталь номер 6 и 7 из розовой ткани и зеленой ткани. Это деталь номер 19. Это прямоугольник, который мы будем закрывать край молнии. И продублированный, но не целиком, деталь 8 и 9. Вот таким образом. Здесь я оставила по 1 см. То есть с одной стороны расположила дублерин в край, а с другой стороны у меня остался припуск на швы. И вот эти две детали. Это детали 10 и 11. Это лямки рюкзака. И дублерин располагается на них вот таким образом. Здесь он расположен в стык. Здесь остался припуск на швы. 5 мм. И вот здесь я нанесла на ткани и на дублерине отметки, обозначающие центр детали. И совместила центр дублерин и центр детали. То есть вот здесь у меня одинаковое расстояние осталось. И у одной детали лямки, и у второй детали точно так же продублированы. Начну я с подкладки. И в первую очередь сделаю внутренний открытый карман. Я взяла две детали. Это детали номер 14 и 15, размером 25 на 25 сантиметров. Складываю их лицевой стороной внутрь. У моей ткани нет ярко выраженной изнанки лица. Но у моей ткани, если бы она ее имела, лицо было бы внутри. То есть лицом друг к другу я кладу детали, скрепляю их между собой зажимами. И проложу строчку по всему периметру, отступая от края 5 миллиметров. Мой припуск на швы. Но вот здесь вот внизу я оставлю отверстие для выворачивания около 10 сантиметров. То есть мой шок будет начинаться вот здесь. Идти по вот этому краю, по верхнему краю, по боковому краю и заканчиваться вот здесь. В начале, в конце строчки я сделаю закрепку и у меня останется отверстие для выворачивания этого кармана. Продолжение следует... Я выверну карман на лицевую сторону и заутюжу все швы. Расправлю все уголочки. Я заутюжила швы у кармана и вдоль верхнего края я проложила две декоративные строчки. Одна на расстоянии 2 миллиметра от верхнего края, вторая на расстоянии 2,5 сантиметра. Отверстие для выворачивания у меня осталось в нижнем крае кармана. И теперь мне его нужно расположить и пришить к детали подкладки. Деталь подкладки это номер 12 или 13, они одинаковые на листе выкройки. И ее размер 42 на 44 сантиметра, 42 сантиметра у меня по верхнему краю. Я сейчас намечу на детали подкладки середину. 42 пополам это 21. Вот здесь у меня середина этой детали. Я сложу карман пополам, намечу середину кармана. Я делаю отметки маркером, исчезающим под действием воды. Когда я побрызгаю из пульверизатора на эти места, то никаких следов не останется. И сверху, от верхнего края, мне нужно отложить 9 сантиметров. Вот на этом уровне будет находиться верхний край кармана. Совмещаю середины кармана и детали подкладки, совмещая отметки, которые я сделала, и прикалываю карман к детали. Я проложу строчку, которая будет начинаться вот в этом месте, идти по боковому краю, по нижнему краю и по второму боковому краю. Этой строчкой я закрою отверстие для выворачивания в кармане. И в начале, в конце шва мне нужно сделать закрепки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... мы закончили с внутренним карманом и с одной детали подкладки и переходим ко второй детали подкладки и будем делать карман на молнии карман на молнии эта деталь размером 35 на 25 сантиметров деталь номер 16 и сверху у меня сейчас 25 сантиметров размер длина шва который мы будем сейчас прокладывать зависит от длины и рабочей длины вашему я измеряю рабочую длину то есть вот от этой железочки до вот этой железочки и прибавляю с каждой стороны около двух миллиметров у меня получается 19 сантиметров деталь подкладки сверху у меня 42 сантиметра я наметила середину это уровень отметка на уровне 21 сантиметр и на детали кармана я также намечу середину 25 сантиметров пополам это 12 с половиной сантиметров от верхнего края я отложу два сантиметра и проведу линию длиной 19 сантиметров по девять с половиной сантиметров каждую сторону от центра вниз я отложу один сантиметр и нижняя линия у меня тоже равна 19 сантиметра то есть я нарисовала прямоугольник 1 на 19 сантиметров деталь подкладки сейчас смотрит на меня лицевой стороной лицевая сторона кармана внизу то есть я положил деталь подкладки деталь кармана лицевыми сторонами друг другу на детали подкладки сверху я отмеряю 9 сантиметров и закреплять деталь кармана я буду на этом уровне совмещаю центры кармана и детали подкладки располагаю его на уровне 9 сантиметров от верхнего края и скрепляю детали между собой я приложу строчку по вот этому прямоугольнику которые мы с вами начертили то есть у меня строчка будет вот такой прямоугольной формы в начале в конце строчки я сделаю закрепку а я сшила между собой деталь кармана и деталь подкладки я обведу сейчас маркером шов чтобы вам его лучше было видно и теперь мне необходимо прорезать отверстие оно будет проходить по середине между верхним и нижним швом начинаться и заканчиваться в одном сантиметре от края то есть начинается отверстие будет здесь заканчиваться вот здесь это будет прямая прямой разрез и два разреза в сторону углов и будьте внимательны чтобы не разрезать сам шов пару миллиметров до края до шва не доходите один сантиметр оставляя до этого края один сантиметр до этого края и в сторону углов надрезы выворачиваю карман на изнаночную сторону и вот этот прямоугольный вырез мне нужно заутюжить я располагаю молнию под деталью подкладки и под деталью кармана просто располагаю ее внутри отверстия и со всех сторон у меня должно оставаться одинаковое расстояние справа и слева одинаковое расстояние и сверху и снизу одинаковое расстояние я закрепляю молнию внутри отверстия в конце концов 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 и проложу прямоугольный шов отступая от края 2 миллиметра я проложила строчку пришила молнии вот таким образом это выглядит с изнаночной стороны и сейчас мне нужно сшить внутренний карман складываю деталь пополам скрепляю и проложу строчку по трем сторонам кармана начинаться строчка будет вот здесь по верхнему краю и по вот этой стороне отступать от края буду мой припуск на швы 5 миллиметров в начале в конце строчки сделаю закрепку закрепку и 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 Я кладу детали из розовой ткани лицевой стороной на лицевую сторону подкладки. То есть у меня сейчас сверху изнаночная сторона. Скрепляю детали между собой. И проложу строчку, отступая от верхнего края 5 мм. И то же самое со второй деталью подкладки с открытым карманом. Кладу детали лицевыми сторонами друг к другу. Скрепляю и проложу строчку. Скрепляю и проложу строчку. Теперь я отогну деталь вот таким образом, чтобы шов у меня смотрел вниз. И проложу строчку, декоративную строчку, отступая от этого края 2 мм. Строчку я буду прокладывать по подкладке, по клетчатой ткани. И теперь две детали от получившейся детали. Нам нужно сшить между собой. Я кладу их лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаю вот эти швы. Скрепляю. 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 Из трех сторон проложу строчку, отступая от края 5 мм, мой припуск на швы и сошью детали между собой. Но мне необходимо оставить отверстие для выворачивания, через которое мы будем выворачивать уже готовое изделие. Я его сделаю сбоку, то есть вот здесь вот кусок у меня останется непрошитый. То есть у меня будет не один шов, а два. Один шов начинается вот от этого края и заканчивается вот здесь, а второй шов начинается от этого края и уже дальше идти по боковой части рюкзака, по дну рюкзака и по второй боковой части рюкзака. Вначале и в конце каждого шва я сделаю закрепку. и теперь у детали подкладки мне нужно сформировать объемное дно я начерчу в каждом углу каждом нижнем углу на каждой стороне подкладки квадраты размером 5 на 5 сантиметров мне удобно это делать у меня ткань в клеточку и с другой стороны и на другой стороне подкладки то же самое 5 на 5 сантиметров и теперь мне нужно сложить эти углы таким образом чтобы мой боковой шов находился непосредственно над швом дна так что мы одни были на одном уровне скрепляю и проложу шов вот по этой линии в начале в конце шва я сделаю закрепку и то же самое с другой стороны я совмещаю линию бокового шва и шва дна скрепляю детали и вот по этой линии проложу строчку вот эти лишние треугольники я отрезаю отступаю от шва один сантиметр с одной стороны и с другой стороны и пока деталь подкладки мы откладываем и переходим к внешней детали внешней части рюкзака и в первую очередь я начну с молнии и закрою ее край вот этой детали это деталь номер 19 она не продублирована у нас и сначала мне нужно отложить на молнии 37 сантиметров я откладываю от конца рабочей части 30 и еще 7 сантиметров всего 37 сантиметров от конца рабочей части то есть вот это расстояние у меня 37 сантиметров и на этом расстоянии отрезаю лишний край молнии и я загибаю края этого прямоугольника внутрь и складываю его пополам затем одеваю на край молнии закрепляю булавками и проложу строчку отступает этого края 2 миллиметра и теперь молнию необходимо пришить деталям кармана это деталь номер 2 из внешней ткани и деталь номер 17 из ткани для подкладки и сначала я пришью молнию к внешней детали а потом уже пришью деталь подкладки я складываю молнию пополам до вот этого места до начала рабочей части и отмечаю ее середину и складываю деталь кармана пополам и тоже отмечаю середину размещаю молнию лицевой стороной вниз и закрепляю и закрепляю на детали проложу строчку отступает края 5 миллиметров и вот этот край молнии я загну внутрь и закреплю булавкой чтобы он у меня пришился вот в таком положении я проложу строчку отступая 5 миллиметров от верхнего края и теперь я кладу деталь подкладки деталь номер 17 лицевой стороной вниз то есть сейчас внешние детали деталь подкладки у меня смотрят лицевыми сторонами друг другу скрепляя детали между собой и проложу строчку отступает верхнего края 5 миллиметров принципе можно было одним швом сшить деталь подкладки молнию и внешнюю деталь но я люблю это делает в два захода так у меня получается аккуратнее и перед тем как пришивать к молнии к второй части молнии деталь 1 и деталь 18 мне необходимо сделать нижнюю застежку у меня это кусок стропы длиной 23 сантиметра стропа синтетическая но в ней есть небольшая примесь синтетики поэтому я опалю края и загну с одной стороны кончик примерно на 2 сантиметра и еще на 2 сантиметра закреплю и проложу вот здесь вот строчку в виде прямоугольника в начале в конце строчки сделаю закрепку закрепка я сложу деталь номер один пополам намечу ее середину и теперь на уровне этой середины положу застежку и закреплю ее булавкой обратите внимание что это у меня изнаночная сторона застежки вот эта лицевая сторона и я кладу застежку изнаночной стороной вверх и стропа у меня будет примерно на один сантиметр выходить за край детали и теперь на эту деталь совмещая также центр центр детали центр молнии я располагаю молнию лицевой стороной вниз то есть у меня деталь номер один розовые детали молния смотрят друг на друга лицевой стороной скрепляю их и проложу строчку отступает край 5 миллиметров и вот этот кончик молнии я точно также загну внутрь и закреплю булавкой и теперь сверху я располагаю деталь номер 18 кладу ее лицевой стороной вниз к лицевой стороне розовой ткани они у меня смотрят друг на друга лицевыми сторонами скрепляю и проложу строчку опять же это можно было сделать одним швом но я люблю делать это в два захода проложу строчку вдоль верхнего края отступая от края 5 миллиметров и теперь мне нужно сформировать складку которая будет закрывать молнию я совмещу детали три детали две детали подкладки и внешнюю деталь вот по этому углу в этом углу они у меня все три на одном уровне скрепляю их и дальше подымаюсь вверх скрепляю вдоль края и вот здесь у меня получается наложение получается складка и с другой стороны также я совмещаю угол и трех деталей и скрепляю их от низа подымаюсь к верху и у меня также сформировалась складка и я закреплю эту складку проложу отступая от края 5 миллиметров шов с этой стороны и шов с этой стороны мы закончили с передней деталью и перехожу к задней детали с ней будет все намного проще мне всего лишь нужно будет шить деталь номер 4 и деталь номер 5 и деталь номер 5 это спинка мы ее с вами дополнительно продублировали объемным клеевым флизелином и я сделаю на ней стежку в принципе вы можете этого и не делать либо сделать стежку какой-то другой формы я буду делать стежку виде елочки я провожу линию по центру детали это 21 сантиметр линии я наношу маркером исчезающим под действием воды то есть когда я побрызгаю на ткани с пульверизатор эти линии исчезнут и линии я буду делать на расстоянии 5 сантиметров друг от друга это а И вверх я тоже продолжу линию. И везде, где у меня линия не дошла до края, не хватило линейки, я сейчас с помощью маленькой линейки эти линии дочерчу. И потом проложу строчки по вот этим линиям. Время линейки. Время линейки. Время линейки. Продолжение следует... Продолжение следует... И перед тем, как сшивать деталь номер 4 и спинку, которую мы простегали, мне необходимо к этой детали пришить верхнюю застежку. Это стропа. Ее длина 15 сантиметров. И я опалю края стропы. Намечу на детали середину, центр. На стропу одену два полукольца. Я загну на изнаночную сторону 4 сантиметра. Край стропы у меня также на 1 сантиметр выходит за край детали. Я совместила центр стропы и центр детали. Скалываю. И проложу строчку вдоль левого края. Вот здесь проложу строчку и вдоль правого края. В начале и в конце строчки я сделаю закрепку. В начале и в конце строчки я сделаю закрепку. Следующая деталь, которую мы закрепим рядом с застежкой, это ручка. Ручка рюкзака. Это стропа. Длина 25 сантиметров. Точно так же я опалю края стропы. И вот таким образом расположу стропу в стык к нашей застежке. Закреплю булавками. И проложу строчку, отступая от края 5 миллиметров, закреплю ручку на детали. И следующие детали, которые мы закрепим рядом с ручкой и рядом с застежкой, это лямки. Это детали 10 и 11, которые мы с вами продублировали вот таким образом. И два куска стропы по 8 сантиметров. И точно так же я опалю края. Я покажу порядок работы с одной лямкой, со второй лямкой. Порядок действий будет точно такой же. Вот здесь у нас оставался припуск на швы, не продублированный. Я загибаю эту часть внутрь. Заутюживаю этот сгиб. У меня здесь уже намечены центры деталей. Я загибаю край без дублерины к центру. И так же заутюживаю этот сгиб. И то же самое с другой стороны. И потом складываю лямку пополам. Скреплю деталь зажимами. И с той стороны, где у меня края заутюжены внутрь. С этой стороны я вставляю кусок стропы, на которой надеваю рамку. Располагаю его по центру. И закрепляю булавками. Мне необходимо проложить строчку вот от этого края, отступая от края 2 мм по нижнему краю и вдоль вот этого края. Можно еще потом декоративную строчку проложить по центру лямки. Так. Продолжение следует... 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 Спасибо. И со стороны передней части рюкзака, и со стороны спинки я загну все швы на сторону дна. То есть швы у меня сейчас смотрят вниз, и проложу декоративную строчку, отступая от края около 3 мм по детали дна. Я буду эту строчку прокладывать, и я поменяла нитки по цвет дна. И перед тем, как делать боковые швы у рюкзака, у внешней части рюкзака, нам необходимо сделать нижние держатели для лямок, для вот этих вот кусков стропы. Нам понадобятся детали 8 и 9, и два куска стропы по 40 см. В первую очередь я опалю края стропы у обоих кусков, с обоих сторон. И с одной стороны каждой стропы я отогну внутрь 2 см, и еще 2 см, и проложу вот здесь шов по прямоугольнику, отступая от края 2 мм. С одной стороны одного куска, и с одной стороны второго куска. На том конце стропы, который мы не зашивали, я отложу 4 см. Это то расстояние, на которое у меня стропа будет заходить внутрь держателя. Беру деталь номер 8 и деталь номер 9, такой же порядок действия. Отгибаю на внутреннюю сторону тот 1 см, который у нас остался непродублированный. Складываю деталь пополам и вкладываю внутрь стропу. От края отступаю вот это расстояние, которое я отметила 4 см. Здесь у меня полсантиметра, внутрь стропа ушла на 4 см. Закрепляю ее булавкой и проложу строчку, отступая вот от этого верхнего края 5 мм. Можно также проложить еще одну дублирующую строчку на расстоянии 1 см от края. И со второй деталью делаю то же самое. Загибаю внутрь край, который не уплотнен дублерином. Складываю пополам, вкладываю стропу до отметки внутрь детали. Закрепляю и проложу две строчки, отступая 5 мм и 1 см от края от верхнего. И обратите внимание, что эти детали должны быть зеркальными. Сейчас у меня у деталей, у одной детали открытая часть смотрит влево, у другой детали открытая часть смотрит вправо, а стропы загнуты у обоих деталей на изнаночную сторону, вниз. То есть детали не должны быть одинаковыми, они должны быть зеркальными. Я сейчас начерчу линию по диагонали. У одной детали и у второй детали. И по этой линии отрежу лишнее. И теперь вот эти оставшиеся треугольники мне нужно закрепить на детали, на внешние детали рюкзака. Я отмеряю от вот этого шва 5 см. Ставлю отметку с одной стороны и с другой стороны. и закреплю вот эту треугольную деталь на этом уровне. И с другой стороны точно так же на этом уровне закреплю деталь. Проложу строчку и закреплю детали на внешней части рюкзака. И так же на женской форме. Продолжение следует... Используем... сразу одену на ремни шлевки чтобы ремни не попадали в боковой шов и не мешались когда мы будем уже окончательно сшивать все детали одеваю шлевку на ремень пропускаю ремень в рамку а затем опять пропускаю ремень через шлевку ремень надежно закреплена его можно регулировать он не будет смещаться либо съезжать и со вторым ремнем то же самое теперь мне нужно проложить боковые швы у рюкзака сложила детали лицевыми сторонами внутрь скреплю детали между собой и и проложу строчку отступая 5 миллиметров от края шов у меня начинаться будет вот здесь самого верха детали и идти будет вот до этой точки начале в конце шва я сделаю закрепку и то же самое с другой стороны скрепляю детали и проложу строчку и у внешней детали мне осталось сформировать объемное дно я располагаю боковой шов над серединой дна расправляю края шва в разные стороны скрепляю детали и проложу шов вдоль линии объемного клеевого флизелина начали в конце шва я сделаю закрепку и с другой стороны точно так же я располагаю боковой шов над серединой дна расправляя края шва скрепляю и проложу строчку вдоль линии флизелина и мне осталось шить вне внешней детали деталь подкладки деталь подкладки я выворачиваю на лицевую сторону вкладываю ее во внешнюю деталь и я хочу чтобы у меня вот этот карман на молнии находился на спине то есть я кладу деталь так чтобы вот эта сторона с молнии смотрела на спинку совмещая боковые швы и скрепляю детали между собой я проложу строчку отступая от верхнего края 5 миллиметров по всему верхнему краю рюкзака так Продолжение следует... Продолжение следует... Я вывернула рюкзак на лицевую сторону, заутюжила верхний край. Сейчас я приложу два шва. Один шов будет отступать от края на 5 мм, а второй шов тоже декоративный на 1 см от края. Продолжение следует... Я проложила две строчки вдоль верхнего края рюкзака, и нам осталось только зашить отверстие для выворачивания. Я загну необработанные края внутрь, скреплю детали между собой и проложу строчку непосредственно по лицевой стороне подкладки. Вначале и в конце строчки я сделаю закрепку. Продолжение следует... Продолжение следует...